Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в офисе еще одна, можно сказать, жертва блогера Хвостовича. Представляйтесь. Меня зовут Катя Аляпева. Я довольно свежий graduation partner computer school. Вторая неделя, как я вышла на работу, ощущения непередаваемые, уверенность в себе, резко возрастает, прекрасный офис, отличное рабочее место. Пока не могу нарадоваться. Ну, а вот вы где-то живете там, не близко, да, где вы живете? Я живу в Сан-Рамоне и вышла на работу во Фримонд. Мне достаточно близко, полчаса комьют. Правда? А на чем вы, на электричке, что ли? Нет, я вожу сама. А, на автомобильчике? Конечно. У меня девчачий зеленый жук. Жук? Витал. Volkswagen? Да. А, вот этот. И как? По-моему, девчачий именно? Ну, конечно. Там даже есть специальная маленькая вазочка, чтобы поставить цветочек. Серьезно? Такой. Хорошо, как очень трогательно. Надо будет внучки купить, когда подрастет. Хорошо. Ладно, значит, вы по образованию кто? Я инженер-строитель. Ну, реально строили что-нибудь? Я занималась проектированием в России. То есть было такое? Конечно. После того, как я переехала в Штаты, я поняла, что нормы проектирования абсолютно разные. Проектная документация делается по-другому, но мне очень хотелось продолжать быть инженером. Именно поэтому я оказалась в QA. Тогда такой вопрос, значит, вы откуда сами-то? В Челябинск. Как там? Урал? Да, город, где метеориты падают. Такая большая Сибирь и упасть негде, понимаешь, они город нравятся. Выбрали, да, наше место. Так вы теперь родились там? Да. То есть вы типичная такая с Урала? С Урала, уральская барышня, да. Так, а муж? Мы из одного города, я бы даже сказала, из одной школы. Вот так уж. Да, всю жизнь. Так подойди, а в Америку вы как попали? Green card lottery. А, а муж что делает? Network engineer. Ну, то есть, как бы у него не было проблем с работой и там все дела? Я бы сказала, что проблемы с поиском первой работы, наверное, есть у всех. Не нужно отчаиваться, нужно продолжать искать, обязательно нахожать свое место. А что язык, что бы мешало? Нужно понимать, что культура, прохождение интервью, подача самих резюме, она отличается от российской. Это занимало некоторое время, чтобы определиться с тем, как принято здесь, на нити работа. Но кто-то ему помогал или он так сам вот подстраивался? Мы не знали ни одного человека. Ой, ой, ой. Помогать было некому тогда. А что вы на форумах где-нибудь нашли бы? Время же было у вас там? Очень внезапно случился весь наш переезд. Мы выиграли green card. Поехали через два месяца на интервью. Два месяца? Да. Подойдите. Там где-нибудь 1 мая, грубо говоря, 2-го, 3-го объявляют результат. Откуда же интервью? Это был тот год, в котором был перерозыгрыш. Так. И результаты были в начале августа. Да. И в начале октября уже у нас было собеседование. Мы постарались как можно раньше подать пакет документов. У вас какой-то номер там был в первые сотни, что ли? О, мама родная. И мы сдали свою квартиру, разобрали вещи и поехали. Деток нету, значит, родители что сказали? Благо, и я, и муж, не единственные дети в семье. Ну, то есть не было. Отпустили, да. Ну, сейчас, уже спустя сколько времени вы тут уже? 3,5 года. Спустя 3,5 года. Родители как, привыклись с мыслью? Они до последнего ждали, конечно, что мы вернемся обратно год-два. После этого родители приехали, его родители, мои родители навестили и сказали, дети, вы правильно выбрали. Ну, то есть нормально все. Им, вот как бы в современной обстановке напряженной, им это никак боком там не выходит? Нет, нет, конечно. То есть всем пофигу? Это разговоры. У нас на деле как бы все хорошо, спокойно. То есть никто их не трогает? Нет, конечно. Хорошо. Ваши там сиблингс, я извиняюсь за тех, кто смысл не знает, там братья-сестры ваши, они не говорят, что-то надо бы тоже в лотерею сыграть, нет такого? Мой братишка закончил школу в этом году. Он поступает в университет. Он посоветовался со мной, на кого ему пойти учиться. Я посоветовала ему связать очень плотную жизнь с IT, с компьютерами. И я жду его однажды здесь. Так, хорошо. Английский пусть учит, что же? Пусть учит. Ну что же, хорошо. Так, а у мужа тоже там? У него взрослая сестра, там вся жизнь, дети, очень хорошая карьера, она не переедет. Какой ваш план? Ну понятно, у вас сейчас первая работа, там эйфория, все дела, там еще денежку платят, вообще шикарно. Ну дальше что? Вот где вы будете через пять лет? Хотелось бы где быть? Я верю, что мои инженерные навыки, которые теперь у меня появилась возможность полной мере реализовать на новом месте работы, со временем приведут все-таки меня в программирование. Уже сейчас нам начали давать первые задания. Я занимаюсь, сама изучаю Java, и я надеюсь, что это будет все более-более complicated задание. Так, а вот Хвастович, Хвастович, вы скажете, многие его знают у нас, он вообще что-то знает так серьезное? О, он очень немный чувак. Да? Ну а он что, кодирует как-то там? Специфика компании такая, мы занимаемся не software testing, а hardware testing. Ребята, очень много Хвастович и Влад, они очень много знают про железо, про networking. Первую неделю у нас было очень плотное обучение, я была прожена, как много разносторонней информации. Ребята, вот за то время, которое они работают, успели схватить. Ну хорошо, то есть, можно сказать, вот эти американские карбованцы просто так не платят? Да. Ну что же, хорошо, я просто нас смотрю вот такая довольная, и как бы я думаю, что же вот хорошо. И это как-то такая энергия излучается в разные стороны, я думаю, вот ребята, которые нас смотрят. Значит, вы все поняли, что девушка замужем, поэтому... Без шансов, да. Да, но там остались в Челябинске тысячи девчонки хорошие. О, да. Так что, народ, в общем, вот либо в Челябинск, либо вот у нас тут сегодня с утра, да и не только, Настя у нас была из Кисловодска, потом у нас еще с утра тут сегодня были ребята из Жидомирской области. Вау. Очень ничего, очень. Так что есть места, есть места. Вот, ну а если что, тогда к нам сразу сюда, у нас в школе они тут все собираются. Но последнее время что-то все замужем, вот тебе хочу сказать. Я одну спросил, такая хорошая, и я ей говорю, почему, говорит, так получается, что вот если как девушка симпатична, так уже и замужем. Она говорит, ну так потому что же симпатична. Разбирают, конечно. Она же симпатична. Ну вот, так она с достоинством. Я думаю, да. Говорят, вообще со школьной скамьи надо разбирать. Так и было, мы сможем из одной школы и знакомы с школьных лет. Но вы знакомы или вы вместе со школьных лет? Нет, мы начали встречаться, когда заканчивали университет, но присматривались тогда. А есть что-то, да, какая-то вибрация, что люди вместе в школе учатся, живут рядом? Я бы сказала, это особенности хороших, сильных школ и правильная подборка контингента. Это уже сразу интеллектуальная элита, я заканчивала лицей. То есть школа не простая была? Да, это был физико-математический лицей. Ух, я тоже такой учился, хорошо. Конечно, это на всю жизнь влияет потом. Конечно. Солнышко, давайте мы помашем так ручкой всем. Это будет такой знак, что мы посылаем такой импульс того успеха, который нас посетил. Чтобы ко всем вот так вот. Мы его разгоняем, на всех посылаем. И все, кто хочет пожелать вам успеха и себе тоже, вот пусть жмут кнопку лайк. Ребята, успехов вам! Вот так сделайте, вот так. Вот, вот эта кнопка лайк. Вы знаете, куда нажать. Счастливо!